Вот меня очень сильно затронуло следующее высказывание у одного шейха. Ему говорит один человек, вот, человеку очень много айбадатом занимается. Постоянно джам'ат, намаз, хорди, там, зихру делают, мечети строят, ульму изучают, Коран, хадис, все знают. Но он гибать делает, за спинами людей разговаривает. Вот какое положение этого человека перед Всевышним Аллахом? Вроде бы, вующий уровень имана тоже есть у него. И он не то, чтобы там людей защищает, наоборот, очищает людей, когда про него плохо говорят. Он, наоборот, про них плохо говоря, этому человеку помеху создает. Вот как этот момент, говорит, понять? И вот на этот вопрос он отвечает, говорит, я думаю, говорит, этого человека Аллах создал только для того, чтобы его хорошие люди использовали как раба, как духовного своего раба. Как это понять? Вот имам Хушария, рахим Аллах, он говорит в книге Исалятов Хушария, пример человека, который делает гибат, и гибатом занимается, это пример того человека, который установил катапульту, и свои деяния, благие деяния, положил катапульту, и его разбрасывает этими своими благими деяниями на восток и на запад. То есть, как в хадисе сказано, в судный день, когда вот очень будет большая нужда у человека даже в одном слове, в этот день говорит, как целая гора Ухуд, люди будут в очереди стоять, за кого человек плохо говорил. И потом этот человек, он будет вынужден отдать тому, за кого он плохо говорил, там, 15 тысяч хулгу, 15 тысяч зикру, смотря, насколько он ему ущерб нанес. И потом все его благие деяния закончатся, а очередь еще долго и длинная будет. Потом уже говорят, что те люди, за кого гибат человек был, уже свои грехи будут перекладывать на этого человека. И сколько бы человек много гибат не сделал, он в любом случае в минусе останется. Поняли же, да? Вот. И теперь этот шейх говорит, этого человека Аллах унизил, этого человека Аллах чисто подчинил верующим людям, за кого он плохо говорит, за их спинами. Аллах его заставляет много гибатом заниматься, не для себя, а для тех людей, за кого он гибат делает. Чисто вот говорит его роль в этой жизни, больше другой роли говорит у этого человека в жизни. Вот. И почему вот такой момент, почему такой опасный этот грех? Почему Всевышний Аллах за то, что вот мы за кого-то плохо говорим, вот так прям наши благие деяния, это такой тяжелый, важный день у нас забирает. Потому что человек, когда гибат делает, вот допустим, я за него плохо говорю, посмотрите, что происходит, посмотрите на мое убеждение, и каждый пусть себя вспомнит, когда он за кого-то плохо говорит. Вот я за него плохо говорю, почему за него плохо говорю? Потому что мне он не нравится. Почему мне он не нравится? Либо он занимает мой пост, мое положение, я хочу из-за Дунява, хочу забрать это положение. Либо он за меня навредил, и теперь я не знаю, как ему отомстить, мужества тоже не хватает, прямо подойти и спросить с него. Я уже пытаюсь о нем плохо говорить за его спиной. Это о чем говорит? Это говорит о том, что я посчитал, что наряду с Аллахом мне может навредить или пользу принести этот человек. Поскольку мне он такой вред нанес наряду со Всевышним Аллахом, поскольку у меня убежденность, что не только один Аллах создает все деяния добро и зло, что нет силы и могущества, кроме как у Всевышнего Аллаха, поскольку у меня такое убеждение, у меня же внутренний ширк получается. До ширка же ни один грех никогда в жизни не дойдет. Ни зина, ни убийство человека, ничто не дойдет до уровня многобожия. А у меня что получается? Я хоть говорю, что Аллах един в своих созданиях, Аллах един в своей сущности, Аллах един в своих сфатах, однако я полагаю, белое рыбать, что этот человек не навредил наряду с Аллахом. Поняли, какой большой этот грех? Вот почему имам Хушари, рахима Аллах, вот эту всю книгу, рейсалит Хушари, он посвятил сердечным болезням. Не телесным болезням, там все о сердце, о любви, о печали, о зависти, о гордыне, о самодовольстве. И такие вот моменты, невидимые моменты, сердечные моменты, один только момент, один грех, который имам Хушари упомянул, это рыбать. Почему? Потому что это грех не языком, который делается, это грех, который сердцем делается. Потому что человек никогда в жизни не сможет отказаться от этого греха до тех пор, пока он не будет видеть сердцем, что Аллах только является источником добра и зла. Пока вот такого уровня нету, о котором говорил пророк Салава Алиусам, самый лучший уровень, это слова этот человек, он от греха не сможет отказаться. Просто для интереса, посмотрите, вот пусть сейчас каждый из нас намерение сделает, больше в жизни греха не будет, максимум 3-4 дня его протянет. Почему? Потому что кто-то Аллах к нему отправит человека, который так ему навредит, он одного, все, греха нельзя делать, это по воле Аллаха произошло, какую-то мелочь вытерпел, вторую, более крупную мелочь вытерпел, третью вытерпел, и один день Аллах его по-настоящему, когда испытает, Аллах к нему отправит такое зло через человека, смотря на него грех, и он скажет, он за него уже плохо скажет. Уже он забудет, что Аллах создатель всего его дайца. Только чистое сердце. Пусть Аллах даст нам чистые сердца. Кроме как людей, у которых чистое сердце, он в прайчулах не пойдет, говорит Аллах в Ран. День, когда не поможет имущество и его дети, поможет только чистое сердце от духовных болезней, от внутреннего ширка.